Друзья, всем привет! Это кулинария для мужчин, Алексей Пестов. Сегодня у нас верное воскресенье, захотелось я побаловать каким-то таким постным ништячком, но самый главный ништяк в постные дни это тыква, поэтому сегодня будем ее запекать с медом в духовке. Ну а для приготовления этого простейшего блюда потребуется. Собственно сама тыква, я тут недавно готовил тыквенный суп, так у меня осталась целая половина. Далее оливковое масло, можно использовать обычное растительное, мед, ну и мускатный орех. Подготовим тыкву, разрежем ее четвертинкой, можно больше, тут не принципиально, нам все равно ее потом ломтями нарезать. И теперь очистим ее от шкурки. Так, обе четвертинки тыквы мы почистили, теперь нарежем тыкву ломтями. Для этого разрежем ее вот так вот пополам. И наверное еще вот так вот пополам. И вот эти вот части уже нарежем вот такими вот кусками, как будто дыня. Но ориентироваться по количеству я буду по размеру формы для запекания, поэтому я сейчас выложу в один слой тыкву и посмотрю, возможно, возможно этого будет достаточно. Сильно плотно набивать не нужно форму. Да, друзья, четвертинки тыквы более чем достаточно. Все, тыкву разместили. Теперь нам нужно тыкву намазать медом. Для этого удобно использовать кисточку и мед. Смазываем кисточку и промазываем все это дело медом. Теперь перевернем тыкву на другую сторону. И так же промажем тыкву со второй стороны. Если у вас имеется в наличии засахаренный мед, его можно просто поставить в горячую воду, ну сделать ему водяную баню и тогда он будет тоже такой, он растает и тогда можно будет смазывать тыкву. Теперь нам нужно посыпать нашу медовую тыкву мускатным орехом. Совсем немножко для аромата. Можно использовать корицу, если кто-то любит, но я так не сильно ее люблю, поэтому я ограничусь мускатным орехом. Немножко спрыснем тыкву поверх этого всего оливковым маслом и закроем наш противень куском фольги. Сильно его там наворачивать, подворачивать не нужно. У меня фольга довольно-таки узкая, поэтому достаточно просто с двух сторон ее вот так вот поджать. И вот в таком виде можно считать, что наша тыква готова к запеканию. Духовка разогрелась за 200 градусов, отправляем тыкву в духовку на 30 минут. Теперь снимем фольгу и отправим еще до подрумянивания. Не знаю, на какое время буду ориентироваться по запеченности тыквы. Видите, какая она уже. Друзья, прошло ровно 15 минут. Видите, тыква немножко подрумянилась. Этого достаточно. Ее сильно запекать не нужно. Все вынимаем из духовки. Вот такая у нас красота получилась. Смотрите, какая она золотистая, румяная и очень красивая. Тыкву переложим на тарелку. Так ее еще раз смажем немножко медом. Она внутри не сильно сладкая, поэтому можно подать с медом. Кому надо будет, тот воспользуется. Наша тыква запеченная в духовке с медом готова. И ее можно уже подавать. Я ее так оформлю. В последний момент пришла идея посыпать это все обжаренными тыквенными семечками. Получилось прям очень вкусно. То есть это глазурь вот эта медовая с семечками очень хорошо сочетается. И так, я бы даже сказал, очень в тему будет. Обязательно попробуйте приготовить это постное, но не менее вкусное блюдо. И я уверен, что оно вам понравится. Ну а если оно вам понравится, то тогда ставим лайки. Обязательно подписываемся на мой канал. Ну и всем приятного аппетита, друзья! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok